Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Волюблены, крестья, братья и сестры. Очевидно, наступают времена, о которых говорилось Священное Писание. Нам так, что и силы небесные поколебляют. Представьте себе, даже силы небесные поколебляют. И также нам говорило еще Священное Писание о том, что Церковь, истинная Церковь, уйдет в пустыню. В какую пустыню она уйдет? Некоторые думают, уйдет в пустыню, и вот там она скроется от глаз дьявола. Понимаете? Еще, когда Христос был на земле, ведь дьявол тоже не знал точно, он это, то есть Мессия, пришел или нет. Он же ведь спрашивал, если ты тот, который должен прийти, бросься вниз. То есть он не знал и оставил до времени. И, конечно же, дьявол, дьявольские силы ищут убийца, Церковь. А вообще дьявол будет пытаться убить всех от семени Его, от семени Христа. То есть даже что-либо напоминающее о Христе. Это касается и расколов, это касается всех, которые почитают Христа. Да, пусть даже ошибаются, но Церковь свою Господь бережет в пустыне. И в какой пустыне? А вот как в те времена недавно будет видеть дьявольским силам со стороны, где есть истинная Церковь. Вот будет смотреть, вот там, там, а может быть там Господь строится. И только те люди, которые будут проникнуты Духом для Тима, они будут понимать все, что происходит. Они будут видеть друг друга, и они будут дышать в Едином Духе. Вот как нам оказаться в числе этих людей? На что нам нужно ориентироваться? На пророчества, но ведь, да, на апостольские пророчества, на толкования, на стартов, на церковных каких-то лидеров. Но, знаете, раз сказано, что даже силы небесные поколежатся, то что говорить о тех людях, которые живут в миру? Господь нам оцарил небесную Иерархию. Это Он, Его Церковь, во главе которой из земнородных стоит Матерь Божия, святые апостолы, среди которых первоверховные апостолы Петр и Павел, святители и далее уже священники и все в нашей святой сели, все святые люди. Так вот, если мы будем ориентироваться на личности, например, ой, вот этот человек-патриарх, митрополит, он хоть и согрешает, от него не надо. Вот он, самый главный, должен определять, что нам делать. А если так, то получается, мы становимся как римокатолики. Кто у них во вместе? У меня ни одного человека, папа римский. Но что нам, подчиняться папе русскому? Нет, кому же тогда подчиняться нам? Затем нам идти тогда? Иерархия такова. Существуют апостольские правила. И они когда так говорят, даже если ангел с неба будет говорить что-то не так, это будет ангел с неба, вселенские соборы и поместные соборы, тоже святые соборы, а потом уже иерархия земной церкви, воинствующей церкви. И вот когда входит в противоречие, иерархия земной церкви, которая должна быть воинствующая силами дьявольскими, с поместными соборами, святыми поместными соборами, кого слушают? Так это сказано нам, что слушать надо поместные соборы, правила, которые установили святые поместные соборы, вселенские поместные соборы, а над всеми этими стоят апостольские правила. И вот поэтому когда пытаются понять, как же поступить в этом случае, вот все собрались в настоящее время из разных, здесь присутствуем мы из церковных нуждок, юрисдикций, у каждого путь разный, у кого-то этот путь пролегал через катакомбную церковь, у кого-то через рубежную церковь, большинство тех, которые были здесь в московском патриархате, большинство, но все пронизаны единым стремлением не отступить от Бога, не отступить от церкви. Так на кого же ориентироваться тогда, чтобы не отступить? А вот именно на апостольские правила, на постановление вселенских соборов. И эти правила, они не могут быть ниже всех людей, которые нам говорят о том, что нет, вот нужно быть вот в молитвенном общении, кто отступает от Христа. То есть, как же тогда этот человек, каким бы он ни был старцем, каким бы он ни был великим в чине церковным, как он может выше быть тогда этих соборов, даже церковь соборная, если он выше, мы тогда пописываем. Мы там нет соборов, а главе всех поприм здесь. Поэтому вот на что мы должны сейчас ориентироваться. Вот почему нам очень важно сегодня в наше время почитать святых апостолов Петра и Павла. Настоящее почитание, оно именно к этому сводится. Не просто сказать или про словословики, в теснофениях, а нужно вот быть в том, к чему они призывают. Вот совсем недавно мне пришлось услышать слова, и вы, наверное, может быть, слышали одного очень уважаемого, и почитаем мною, человека, ну, может быть, слышали доктора Боровских, да, который часто мне очень понравилось, когда он выступал против вот этого коронавируса. Вот в нашем храме это не коснулось. Можно всегда, вот, простите, у наших прихожан, храм был переполнен, никогда не закрывался, никто маски не надевал, никто не омывал, не хотел жить, несмотря на приходы милиции, и как они только не старались, в том числе, говорили с Амоном приедем. Но, понимаете, перед каждой службой, и даже на Пасху первую отчитывались, что мы им сделаем, потому что их много, и они все без масок, и отступили. А потом, в конце концов, знаете ли, что вы сказали? Вот у вас есть вера, а у тех, которых они закрыли, у них веры нет. Если слушать тех людей, которые говорят, омывайте, лыжицы, спирте, чтобы не заразиться. Это что такое? Боятся умереть от источника жизни, от причастия. Но как может человек это договорить, как Духа Святого? Даже те люди, которые, может быть, не раздираются в областных правилах, или они, летя из них, Бог и им дает возможность вот таких вот событий увидеть, где истина, за кем это истина. И вот, когда я слышал вот в последнем его ролике, неожиданно, конечно же, для меня, он говорил, вот вы знаете, вот вы еще пребывайте вот здесь, потому что кто уйдет, это будет, значит, раскол и до соборного осуждения. Нельзя уходить от патриарха до соборного осуждения. И при этом он приводит правило 15-е Духкратного Константинопольского Собора. Но первую часть, в котором говорится следующее, да, что до соборного осуждения нельзя уходить от пастырей. Но это говорится в том случае, если пастыри совершают какие-то грехи личного характера, не связанные с дагматикой, с предательством, с расколами, с ересью, вот тогда в этом случае, что бы там ни говорили на сайте, Денисия, на митрополита Филареса, на сайотика, до соборного осуждения, никто не имеет права уйти от таковых пастырей. Потому что суд над человеком один Бог может быть. Ну а если даже и помилует собор, то он на себя берет ответственность, да, этого человека, которого помиловал. Но когда в этом правиле говорится, во второй части, что кроме тех людей, которые ради истины, чтобы уйти от еретиков, так вот, не только нельзя, но и должно. И эти люди, они достойны чести. Вот они чести достойны. А как же мы хотели? Ведь если Христос, вы представьте, что он совершал, что делал? Вы совершали, сколько тысяч людей за ним ходило, и его не приняли. Он был чужим среди своих. Поэтому не бойтесь никогда оказаться чужими среди своих. Понравиться каким-то людям, от которых кажется очень многое зависеть. Нет ничего дороже истины. Истремления к ней. И уверяю вас, что Господь именно в этом случае, когда человек будет направлен на то, чтобы в духе сохранить истину, он более всего будет защищен, как Иоанн Богослов. Смотрите, он не побоялся быть около Христа, и никто и ничто не смогло причинить ему вреда. Пока сам не умер. Когда Христос вознесся на небеса, растерялись все апостолы. А что же теперь? Он был учитель, защищал от бури, недоход всех, и никто не погиб. А как же вот мы, немощные, со всем миром, который против нас, со всем миром против нас. И когда же укрепились в Пятидесятницу, Духом Святым, то те люди, которые в страх ради иудейства, эти люди, которые за закрытыми дверями прятались, и тот же апостол Петр, он зашел и на кровлю, и проповедовал так горячо слово истины, что тысячи иудеев обратились к нему, и никто и ничто апостолам не могло сокрушить в их проповедь, до тех пор, пока Господь их не призывал каждого в отдельности. И мы видим, так утверждалась церковь. Церковь всегда, практически всегда, она сохранялась не путем большинства, иногда большинство падало в ельце, если мы посмотрим даже на историю Вселенской церкви, а благодаря стойкости единиц верных. Вот этого, ради внимания, я вам всем желаю. Храни вас! И готова, и киде, пока!